Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Диана Тырмус 11 июня состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по газовому вопросу Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине скидку на газ в 100 долларов с контрактной цены, начиная с апреля этого года Разработать схему предоставления скидки Украине на газ не за счет экспортной пошлины, а на постоянной основе поручил правительству президент Владимир Путин По его словам, Россия предлагает такие же условия, как при президентстве Виктора Януковича Скидка с контрактной цены в 100 долларов Конечная цена 385 долларов за одну тысячу кубометров Владимир Путин отметил, что если предложения Москвы будут отвергнуты, то отношения перейдут в другую стадию Еще до начала нынешних переговоров Арсений Яценюк заявил, что скидки в 100 долларов Украине недостаточно Киев требует уменьшить цену минимум на 200 долларов По итогам переговоров министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия откажется от перехода на предоплату за газ, если Украина погасит 2 млрд долларов долга до 16 июня и до 26 июня оставшуюся задолженность Если к утру понедельника 16 июня деньги не поступят на счета Газпрома, то Украина будет переведена на предоплатную схему Правительство России направит более 3 млрд рублей в текущем году на подготовку школ Севастополя и Крыма к началу учебного года Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства По его словам, важно, чтобы через 3 месяца в новом учебном году все школы начали работать по общероссийским стандартам Для этого нужно провести модернизацию региональных систем образования, укрепить материально-техническую базу. Все учебные заведения должны быть более комфортными, более современными. И, конечно, нужно обеспечить детей всем, что им понадобится в учебе, включая автобусы, подчеркнул Дмитрий Медведев Губернатор Севастополя Сергей Миняйло взял под личный контроль ремонтные работы в школе номер 44. К 1 сентября учебное заведение должно преобразиться. Деньги на ремонт выделили меценаты. В каком состоянии сейчас находится школа и что в первую очередь нужно менять, об этом губернатору докладывал директор. 51 год без капитального ремонта. Больше полувека средняя школа номер 44 ждала своего дня. И вот теперь за нее взялись меценаты. Российская компания, в руководстве которой, исполняющего обязанности губернатора Севастополя, нашлись единомышленники, предложила свою финансовую помощь. Пока ремонт косметический. Сделают фасад, внутренний спортзал и спортплощадку во дворе. А также комнаты общественного пользования, которыми родители школьников больше всего недовольны. Театр начинается с вешалки, а школа начинается с туалета, а не с фасада. Это необходимо делать. Красоту всегда надо наводить. Но прежде надо делать так, чтобы дети дышали нормальным воздухом в школе. Нельзя сорвать учебный процесс, говорит губернатор. Потому больший объем работы подрядчик не потянет. Хорошо бы с намеченными задачами уложиться в сроки. Объект должен быть сдан до 1 сентября. О ремонте внутри помещения думать будут после. Вы понимаете, что такое на сегодняшний момент капитальный ремонт этой школы? Это водоснабжение, отопление и все остальное. У нас 1 сентября впереди. Если сейчас взять капитальный ремонт школы, мы к 1 сентября не успеем по-любому. Не потому, что мы не хотим, а потому, что есть нормативные сроки определенные. Как должна выглядеть снаружи современная севастопольская школа, губернатору показали на картинках. Оказалось, что сейчас пришкольная территория не соответствует нормативам. Сергей Миняйло увидел явное нарушение. Напротив школы не должно стоять ни одного киоска, ни одного лыряка. Центральный ход в школу должен быть загорожен. Нормально огорожен. Дети должны сначала зайти на территорию школы, а потом зайти в саму школу. Ну так, везде. В нормальных субъектах Российской Федерации. Так везде. Но не должен ребенок сразу выходить со школы на улицу. И там на проезжую часть. С этими недосчетами тоже разберутся в ближайшее время. К началу учебного года прилегающая территория будет расчищена. Кроме того, на очереди еще одна школа, для которой, по словам губернатора, тоже нашлись меценаты. Какая именно, глава правительства пока предпочел не уточнять. Виктория Косогляденко, Павел Красиков, Севинформбюро. 11 июня Севастопольский хозяйственный суд приступил к рассмотрению дела о сносе 16-этажного дома на мысе Хрустальной. Напомним, резонансная стройка, которая велась около трех лет, в мае решением суда была запрещена. Под предлогом реконструкции небольшого магазинчика грандиозная стройка оформилась в высотное здание, ставшее для севастопольцев притчевоязыцах и наглядно демонстрирующее. Запрет многоэтажного строительства в историческом центре города оказывается прописан не для всех. Умение обходить законы в сфере строительства в Крыму достигло уровня виртуозности. Абсолютно стандартная практика, с которой я сталкиваюсь уже не первый раз. Берется земля, как я говорил, под реконструкцию, чего-то там, ресторана, туалета, извините за выражение, магазинчика какого-нибудь. Берется разрешение на строительство под реконструкцию, делается проектик, делается экспертиза проекта, опять же в кавычках, что можно построить пятый этаж, шестой этаж, седьмой этаж, восьмой этаж. При этом, когда ты такое делаешь, скажем так, в кавычках, опять же, реконструкцию, на этаж больше, на этаж больше, на этаж больше, тебе уже не надо получать разрешение от того же самого Архнадзора, ГАСКО. Все очень просто. Ты начал с двух этажей, получил двенадцать. Законно или нет строительной работы, данное решение примет суд. Инициатором иск о сносе объекта стал исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Миняйло, отреагировавший на многочисленные обращения граждан, возмущенных данным строительством, уродующим вид города и перекрывающим легендарный памятник матросу и солдату, до нынешнего времени бывшим одним из самых заметных монументов парадного фасада южной стороны города. Суд изучит разрешительные документы, полученные заказчиком стройки, жилищно-строительным товариществом «Анит», но даже без них специалисту в сфере строительства видны грубейшие нарушения требований государственных строительных норм и правил. Вы прекрасно знаете, что между элементарно дорогой и домом. Ну, расстояние там довольно приличное. Порядка по старым советским нормам было 15 метров, по современным, если не ошибаюсь, 22 метра. Пожалуйста, посмотрите, где дорога проходит. Ты выходишь из дома и попадаешь прямо под дорогу. То есть на плане, исходя из масштаба, край дома должен находиться вот здесь. Балконы, размещенные по периметру здания, выходят за отмеченные в проекте пределы отвода земли. Мало того, что балкон у вас, так она еще оказывается находится в запретной зоне. То есть она не соответствует красным границам застройки. Да и само благоустройство запроектировано на территории объекта культурного наследия, недостроенного музея обороны Севастополя. А пока на его земле размещена временная площадка складирования материалов и оборудования. По оценкам юристов, судебный процесс по делу о сносе 16-ти этажки может продлиться около месяца, но уже сейчас в скандальном деле новый поворот, предусматривающий уже и уголовную ответственность. Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении строителей высотки уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России. Это выполнение работы или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Выполнялось строительство жилого дома с многочисленными нарушениями, в том числе пожарной безопасности, в том числе нарушениями правил строительства. В настоящее время следствие находится в самой активной стадии. Следователи сейчас работают с застройщиком, допрашиваются. Руководители фирмы изъята необходимая техническая документация и назначено производство судебной строительно-технической экспертизы. В случае, если вина подозреваемых по этому уголовному делу будет доказана судом, то может быть назначено наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа, либо лишение свободы на срок до двух лет. В свою очередь Николай Соколов, председатель жилищно-строительного товарищества, выступающего заказчиком данного строительства, так прокомментировал положение дел. Все материалы, которые использовались при строительстве данного объекта, они использовались в соответствии с сертификатами, в соответствии с теми нормами качества, которые есть и в Российской Федерации, и здесь, так и на территории Украины. Отступления проекта там никаких нет, угрозов здесь никаких нет. Однако у истцов, прокуратуры и экспертов другое мнение. Учитывая этажное здание, в первую очередь, у тебя должен быть выход с балконов, которых просто тут нет. Но пожарных машин, способных достать до такой высоты в Севастополе просто нету. То вопрос о безопасности людей, я думаю, не то, что не встает, его просто нету. Сколько «да» и «нет» прозвучит на вопросы в ходе следствия севастопольцы смогут узнать уже в ближайшее время, благодаря пристальному вниманию к этому делу в журналистской среде. Центр по регистрации беженцев, ранее находившийся по адресу улица Горпищенко, 2, в здании школы-интерната номер 3, 11 июня открылся в здании железнодорожного вокзала Севастополя. С 12 июня центр будет работать с 9 до 18.00. Контактный телефон 55-00-01. Все граждане Украины, прибывающие в город Севастополь, с охваченного гражданской войной Юго-Востока Украины, должны пройти обязательную регистрацию и получить справку о предоставлении временного убежища или справку беженца. По состоянию на 10 июня в Севастополь прибыла 1243 беженца. Из них 188 человек размещены в школе-интернате номер 3. 143 человека в школе-интернате номер 4. 912 человек по другим объектам города. В Управлении МВД России по Севастополю прошли проверку 622 человека. В Федеральную миграционную службу России по городу Севастополь обратились более 500 человек. Из них двое уже получили статус беженца. 13 человек – справку о предоставлении временного убежища. В среду 11 июня в 10 часов 40 минут у одного из причалов Севмурзавода произошло возгорание в одном из отделений танкера. Пожар произошел в машинном отделении судна. Работало на месте 5 звеньев ГДЗС. Был организован подвоз аппаратов на сжатом воздухе. Были назначены два боевых участка. Один боевой участок по тушению пожара машинном отделении и другой боевой участок по обследованию смежных помещений и удалению дыма из помещений. В 12.27 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Севастопольские спасатели впервые участвуют в праздновании Дня России. 11 июня весь гарнизон, а это 520 человек, приняли присягу на верность отчизне, МЧС и народу России. Во время торжественного собрания у здания главного управления личный состав поздравил генерал-майор внутренней службы Геннадий Сухорученков. Имеет честь совсем огромной страной и народом России праздновать День независимости этого государства. Поэтому мы сегодня проведем торжественное собрание, подведем итоги работы наших сотрудников, скажем им большое спасибо. Ну и конечно без наград, без благодарности нет. В торжественной обстановке девяти сотрудникам вручили медали за возвращение Крыма, четверым – медали за отвагу на пожаре. Два офицера получили очередные звания, ветеранам вручили памятные медали МЧС России, 365 лет пожарной охране. С Днем России севастопольских спасателей пришли поздравить и школьники. Посмотреть на пожарников, как они работают. У меня у самого дедушка пожарник, бывший. Просто интересно поздравить. Мы хотим поздравить МЧС с Днем принятия присяги. Благодарим их за работу, за помощь нам в любых ситуациях. Севастопольское отделение партии «Единая Россия» провело предварительное внутрипартийное голосование по определению потенциальных кандидатов для выдвижения в депутаты Законодательного собрания Севастополя. В голосовании приняли участие представители общественности, Общероссийского народного фронта, депутаты городского законодательного собрания и местных советов, руководители регионального отделения партии, руководители и сотрудники правительства Севастополя. Промерись новое для севастопольцев понятие в политическом словаре. Это отбор наиболее достойных кандидатов, которые выдвигаются на выборы по спискам и мажоритарным округам. «Единая Россия» пока единственная партия, которая проводит такое голосование. Утвержденные местным политсоветом члены партии заслушали нескольких кандидатов, решивших участвовать в выборах в законодательное собрание. Выступления были краткие. Люди констатировали, 23 года город обирался и разворовывался. «Мы вернулись домой, в хороший наш дом. Мы окраина этого дома на сегодняшний момент. И, к сожалению, не самое славное к радости, но не самое лучшее по состоянию, которое у нас есть». О необходимости решать в законодательном собрании «Вопросы патриотического воспитания детей» заявила директор гимназии номер один имени Александра Сергеевича Пушкина. Шесть лет назад, во время прославления Бандера и Шухевича, в гимназии они побоялись создать патриотическую организацию «Ступеньки», получившую поддержку в России. «И мы смогли выстоять со своей детской организацией и работу по патриотическому воспитанию детей». Проводили, я думаю, проводили успешно и будем это делать дальше. Ну, а свою работу в русле, о котором мы говорим сегодня, я, конечно же, тоже в первую очередь вижу и ассоциирую только с работой с детьми». Один из выдвинутых кандидатов от «Единой России» Алексей Михайлович Чалы. Первый мэр города, избранный народом и возглавивший севастопольскую весну. «Сделать предстоит необычайно много, потому что хозяйство, город, общество досталось в крайне разобранном состоянии. Оценки от плохо до очень плохо. Вот по всем пунктам программы тоже надо понимать и чудо в ближайшее время не ждать. Только слаженная работа большого количества людей, по сути дела, всех ветвей власти позволит это преодолеть. Ну и с пониманием, конечно, вектора развития». У людей в очереди за бюллетенями позиция одинакова. Власть города нуждается в перезагрузке. «Наконец-таки Севастополь стал русским городом и нужно, чтобы у власти стояли те люди, которые смогут сделать наш город поистине гордостью и городом-героем, чтобы он соответствовал этому статусу». «Ни один вопрос не решается. Начиная от медицины, дорог и ремонта состояния жилого фонда, просто не поддается никакой критике». «Решение такое принял – голосовать именно за тех, кому доверяю. А доверяю я исполняющему обязанности губернатора Миняйла Сергея Ивановича. И доверяю я, конечно же, Алексею Михайловичу Чалову». В результате и по мажоритарным, и по партийным спискам в тройке лидеров. Алексей Чалов, Сергей Миняйла, Дмитрий Белик. Окончательный и полный состав кандидатов на выборы утвердит июньская партийная конференция. Обновленная доска почета открылась 11 июня в Нахимовском районе. Традиционно перед днем города здесь размещают названия лучших предприятий района и портреты людей, которыми гордятся нахимовцы. Людей особой пробы поздравляли руководители Нахимовского района, родные, друзья, коллеги. Доска почета Нахимовского района открывается уже 13-й год подряд. Но, приветствуя всех собравшихся на праздник, руководитель районной администрации предложил обнулить счет. «Впервые доска почета Нахимовского района открывается в то время, когда Севастополь стал полноправным субъектом Российской Федерации, с чем я вас еще раз и поздравляю». Среди 12 лучших предприятий самые разные. Здесь и пассажироперевозчики, и совхозы, и предприятия, обеспечивающие школьное питание, и домовой комитет, и детские сады, и школы. Особо парадным сделали свой выход для награждения директор и ученики гимназии номер 10. Нарядные ребята держали в руках воздушные шарики цвета российского флага. Перед вручением почетных удостоверений Нахимовцам, чьи портреты помещены на доску почета, всех гостей праздника порадовали русской плясовой маленькие жители района. Возможно, когда-то и их фотографии будут на доске почета. Но пока почет 27 лучшим жителям района. За труд, за патриотизм. «Трудимся на благо Севастополя». «А первый раз?» «На Кимовском районе первый раз». «А где были уже на какие?» «На Ленинском был». «Моя фотография действует первый раз. Хочется поблагодарить жителей района за оказанное доверие и за верить, что данное мероприятие только стимулирует на совершение новых подвигов и новых дел во имя Севастополя, Черноморского флота и России». «Это второй раз я уже получаю. Первый раз я получала на Центральной площади, на Нахимово, в 2010 году. А сейчас, в 2014 году, второй раз получаю. Нахимовский район на доску почета. Я очень рада. Я живу здесь близко, недалеко. И часто весь. Мне будет приятно. В прошлом году я завоевал серебряную медаль на ТЭП Олимпийских играх в Болгарии, в Софии. Занял второе место. Наверное, за это по эту славу города принес». Елена Анисимова, Анатолий Паньков, Севенфорумбюро. Сотрудники Московского департамента труда и занятости населения поделились опытом с севастопольскими коллегами. 11 июня московская делегация посетила городской центр занятости. Гостей познакомили с технологией предоставления услуг в сфере занятости населения в переходный период, а также работы, ярмарки, вакансий. По данным центра занятости, в их структуру с начала года обратились более 4 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем в аналогичный период 2013 года. При содействии городской службы занятости трудоустроено 676 человек. На 1 июня на учете центра состояли 1857 безработных, что на 30,5% больше, чем в прошлом году. Уровень безработицы меньше 1% от общего числа трудоспособного населения. Нужно грамотно выстраивать политику на рынке труда, то есть работать именно на те категории, которые наиболее оказались уязвимыми в виде конкурентноспособности на рынке труда. Ну и это стандартный набор, в общем-то, мероприятий. И профориентации, и школьников, чтобы они сразу выбирали профессии, которые необходимы сегодня экономике города. И учебные заведения также должны прислушиваться к рекомендациям службы занятости и перестраивать свои и курсы, и набор специальностей под востребованные сегодня. Работу московской делегации в центре занятости завершил круглый стол на тему социального партнерства на рынке труда. Во время совместного совещания московские коллеги посвятили севастопольских специалистов в правовые нюансы в сфере труда и занятости населения. Еженедельно для севастопольских сотрудников центра занятости будут проводить видеосеминары по нормативно-правовой базе Российской Федерации. Хотел вначале поблагодарить и правительство Москвы, и Департамент труда и социальной защиты Москвы за то, что они любезно согласились помогать нам. Естественно, совершенно бескорыстно. В методическом плане мы уже получили массу нормативных документов как федерального уровня, так и субъектового московского уровня, которые мы в обязательном порядке будем адаптировать на севастопольские принципы. Блестящий хирург, исследователь, он совершил настоящий прорыв в медицине. За книгу «Очерки гнойной хирургии» он, епископ, был награжден сталинской премией. На архиерейском престоле в изгнании и ссылках он всегда заботился о людях и был врачом не только тел, но и душ. 11 июня Православная Церковь чтит память святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. В Севастополе в этот день прошла премьера фильма о жизни и духовном пути святого. Более сотни верующих пришли в храм святителя Луки. Праздничную божественную литургию отслужил благочины Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта в сослужении настоятеля храма протеерея Андрея Рагулина. Когда храм находится на середовой больнице, там, где много слез и скорби, и там, где место, куда можно эти слезы излить перед Богом, и место, где можно действительно и спросить у Бога милости для выздоровления своих близких, вот это место, это место этого храма. Очень долго мы собирались построить этот храм, но, видите, милостью Божью за 4 месяца и молитвами святителя Луки храм удалось построить, и вот он радует сегодня севастопольцев, радует всех, кто приезжает в наш город. В храме святителя Луки с 2009 года несут служение сестры милосердия, ухаживают за больными, поддерживают нуждающихся добрым словом и делом. Сестер, которые регулярно осуществляют деятельность, у нас всего человек 7, много человек, которые приходят разово, оказывают какую-то помощь. Мне хотелось сделать что-то для Бога, и я узнала о сестричестве. Я очень этим довольна. Вот на протяжении почти 5 лет помогаю людям. Мы помогаем одиноким пожилым людям, помогаем нуждающимся в больницах города, кормим бездомных в холодное время года. Священнослужители и прихожане прошли крестным ходом вокруг храма, вознесли молитвы, попросили святого Луку о заступничестве. Многие чтят его как одного из главных покровителей. Заболела и потребовалась операция. Перед операцией вся семья молилась святителю Луке. Операция прошла успешно. Сказали, что реабилитация будет длиться год. Прошло и полгода, и мы узнали благую весть. Оказалось, что я беременна. И мужу всегда нравилось имя Лука, но когда такое спасение случилось, тут сомнения отпали. Мы решили, что если родится сын, то обязательно назовем его в честь нашего святителя Лукой. 2 апреля я приехала в женский монастырь из Донецка. У нас же война уже давно идет. Мы плачем давно. Матеря, жены. Я уверена, мужчины плачут. 2 числа я приехала в женский монастырь утром и просто с вопросом, что мне делать, святитель Лука, что делать. Просто целовала с этой мощью и плакала, падала, молилась, конечно. И вот благодаря его помощи, его молитвам, он очень быстро слышит, что я очень сильный святой, обращайтесь к нему все. Оксана верит, что ей и ее дочери Маше, святитель Лука, помог укрыться от ужаса войны в Севастополе. Архиепископ Лука в миру Валентин Феликсович Воина-Ясенецкий. Его называют современным святым. Профессор медицины, хирург и духовный писатель. Лауреат Сталинской премии первой степени. На его долю выпало немало испытаний. Был репрессирован. В ссылках провел около 12 лет. В День памяти святого в Севастополе прошел благотворительный показ художественного фильма «Лука». Привез фильм в Севастополь его продюсер Олег Сытник. Вы будете первыми жителями Крыма, которые увидят фильм в таком вот представлении. И хочу сказать вам, что это четырехлетняя работа нашей творческой группы, где принимали участие представители трех стран, трех братских славянских народов – Украины, России и Беларуси. Пригласительные билеты на киносеанс распространялись в севастопольских храмах. Свободных мест в зале не было. Дни Москвы в Севастополе. Для участия в торжествах по случаю Дня города и Дня России в Севастополь прибыла делегация правительства столицы. 10 июня представители рабочей группы в Доме Москвы дали пресс-конференцию. Дни Москвы в Севастополе – это знаковое событие для всех севастопольцев. Примечательно то, что визит членов правительства и мэра города Москвы приурочен 12 июня, Дню России. Этот праздник мы в Севастополе на своей российской земле будем праздновать в первый раз. День рождения и День России Севастополь отметит вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 12 июня руководитель столицы прибудет в наш город. С его участием состоится официальное подписание соглашений между Москвой и Севастополем о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Рабочая группа подпишет соглашение о передаче гуманитарной помощи и оказании содействия со стороны Москвы. В эти дни состоится региональная конференция по проблемам малого и среднего бизнеса Севастополя. Интеграционные процессы между Москвой и Севастополем обретают вполне конкретные черты. Серия круглых столов и экспозиций. Будет произведена передача троллейбусов и техники МЧС специальной в дар Севастополю. Профсоюзы Москвы и Севастополя встретятся и подпишут соглашение между собой. Будут организованы выставки книг по издательской программе правительства Москвы и переданы в дар городу Севастополю. У нас чуть меньше 10 тысяч маленьких москвичей по программам детского отдыха приедут в летние строительные лагеря Крыма, преимущественно на территории Севастополя. Мы тоже с руководством МАЗа, с коллегами эту работу будем вести, чтобы уже и на уровне, начиная с самого детского возраста, ребята и москвичи, и севастопольцы общались, дружили, становились залогом, который был пряк-раз между нашими городами. Крымские и московские футболисты сыграют на пляжном стадионе. 12 июня стартует культурно-спортивный чемпионат по пляжному футболу «Футбольное братство-2014». Севастопольцы и гости города смогут насладиться футбольным праздником с трибун спортивного комплекса пляжных видов спорта в Парке Победы. В рамках чемпионата помимо футбольного действия планируется проведение автограф-сессии знаменитых футболистов России и Крыма, конкурсы с розыгрышем призов, футбольный фристайл и многое другое. Специально к футбольному празднику в Севастополь был доставлен Кубок чемпионата мира по пляжному футболу, выигранный российской сборной в прошлом году. 11 июня организаторы футбольного турнира дали пресс-конференцию по поводу предстоящего события. В футбольном турнире участвуют 8 команд – 4 московских клуба «Спартак», «Динамо», «Элмонд» и «Росич», сборная Черноморского флота, Севастополя-Крыма, а также команда Института банковского дела. В течение трёх дней участники чемпионата разыграют комплект наград и главный приз турнира – переходящий кубок. Планируется, что чемпионат по пляжному футболу станет ежегодным. Задумка была такая, что в принципе привести в идеальное состояние территорию, стадион, вплоть до того, чтобы проводить всероссийские соревнования, международные соревнования и так далее. Организаторы разбили участников на две группы. Играть будут по системе FIFA. За победу или ничью будут присуждаться очки, которые в итоге определят участников полуфинальных поединков. Сборная команда Севастополя. В ней знакомые имена есть для всех вас, наверное. Это Александр Жадокринский, Сергей Новыменко, Егор Осин, ну и другие. То есть там не просто дворовая команда будет, а есть знакомые имена. Затем команда, сборная команда Крыма. Серьёзная очень команда. Пляжный футбол в Крыму развит и давно уже, давно культивируется. Эксклюзивным экспонатом турнира станет Кубок мира по пляжному футболу. В прошлом году наша сборная команда в финале чемпионата мира разгромила испанцев и второй раз подряд привезла Кубок мира в Россию. В день открытия турнира каждый желающий сможет сфотографироваться с трофеем. Кубок, конечно, заработан потом и кровью. Долгой работы тренера Михаила Вихачёва и всех игроков сборной. Футбольное событие рассчитано на широкую зрительскую аудиторию. Для севастопольцев и гостей города приготовили насыщенную развлекательную программу с красочными церемониями, автограф-сессиями, выступлением по футбольному фристайлу, а также ярмаркой ремесленников и спортивной экспозицией из Москвы. Детей будут развлекать аттракционы и аниматоры. К слову, вход на футбольный праздник бесплатный. Старт соревнований в 10 утра на стадионе пляжных видов спорта в Парке Победы. Продолжительность матча – 90 минут. Севастопольская сборная сыграет свою первую игру с командой Черноморского флота. Начало матча в четверг в 11.30. В севастопольском филиале Российского экономического университета имени Георгия Валентиновича Плеханова подвели итоги двухдневной конференции «Глобальные перспективы комплексного многоуровневого мониторинга и спутниковой навигации». 11 июня в ВУЗе с докладами выступили представители Роскосмоса, Совета по космосу Российской академии наук и других научных учреждений России и Крыма. В частности, речь шла об использовании на полуострове космических технологий. Специалисты говорят, что с их помощью можно будет решать целый комплекс задач, например, находить источники питьевой воды. Многие проблемы поможем решить. Проблемы обеспечения безопасности, скажем, от природных техногенных катастроф, проблемы поиска полезных ископаемых Крым, проблемы экологической безопасности Крыма и города Севастополя. По итогам конференции ее участники приняли резолюцию, в которой отметили большой потенциал Крыма и Севастополя в плане развития космических технологий и поставили ряд задач, в том числе по созданию регионального отделения Российской академии наук. В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Луначарского прошло торжественное собрание, посвященное Дню России. Севастопольцев поздравили руководители города, а также представители Москвы и Республики Саха. С поздравительным словом к собравшимся обратились исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Миняйло и председатель законодательного собрания Юрий Дойников. У нас 370 тысяч севастопольцев на сегодняшний момент. Это если взять статистику, вообще-то их миллионы. Миллионы тех людей, которые не только живут в Севастополе, а которые, наверное, любят этот город, у которых в этом городе есть память об этом городе, которые в этом городе жили, служили, и которые болеют за нас, за наш город. Командующий Черноморским флотом Александр Витко за заслуги в укреплении обороноспособности страны наградил моряков грамотами президента Владимира Путина, а также медалями Фёдора Ушакова. Награды получили командиры кораблей «Пытливый», «Азов», «Приазовье» и других. Командира ракетного крейсера «Москва» Сергея Тронева зал встретил продолжительными аплодисментами. Флагман Черноморского флота участвовал в вооруженном конфликте в Южной Осетии, а в марте этого года принимал активное участие в переговорах с представителями украинских ФМС. «Я попрошу вас, если рядом с вами кто-то будет считать, вот мы сейчас получаем чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше, не надо считать копейки. Губернатор правильно сказал, это всё пойдёт. Мы опять сделаем наш красавец город лучшим городом и самым любимым в России». Приветствие от мэра Москвы Сергея Собянина передал заместитель руководителя департамента межрегионального сотрудничества Юрий Нуждин. «Наши города связывают давние и крепкие узы дружбы и сотрудничество. Мы вместе и в период тяжёлых испытаний, и в созидательные будни, и в дни торжеств. С возвращением Севастополя в состав России начинается новый этап наших плодотворных взаимоотношений». Ещё одна делегация поздравила Севастополь с Днём России. Представители Республики Сахапа обещали сотрудничать с регионом и взять под опеку Севастопольский гириатрический дом-интернат. Василий Косенко, Павел Красиков, Севинформбюро. 12 июня празднование Дня России в Севастополе начнётся с торжественного возложения цветов и венков к мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В церемонии примет участие мэр Москвы Сергей Собянин. В 11.00 на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества пройдёт концерт творческих коллективов «Люблю тебя, Россия». Там же, но в 18.00 выступит Народный русский оркестр Садко. Любители футбола смогут насладиться игрой на призы мэра Москвы и губернатора Севастополя «Футбольное братство-2014». Открытие соревнований намечено на 17.00 на пляжном комплексе у Института банковского дела. Основные праздничные мероприятия ожидают севастопольцев во второй половине дня. В 17.30 на площади Павла Степановича Нахимова состоится открытие фестиваля военных оркестров «Война и мир». А в 19.00 его участники пройдут торжественным марш-парадом от Екатерининского сквера до площади Ушакова. Сольные концерты в рамках фестиваля можно будет увидеть после 9.00 вечера на различных площадках города – на Ракушке, Приморском бульваре, у Солнечных часов на Набережной. Все это время в заповеднике Херсонес-Таврическе будет работать выставка редких книг и архивных материалов. С 16.30 вход на территорию городища бесплатный. Концертная праздничная программа заповедника откроется в 17.00 и завершится к 8.00 вечера. Главным гостем станет фолк-группа «Хрусталь». Праздничный фейерверк прогремит над Севастопольской бухтой в 22.00. 13.00 серия праздничных мероприятий продолжится. В 14.30 на площади имени Павла Степановича Нахимова пройдет гала-концерт мастеров московской эстрады. В 19.00 на Михайловской батарее с гала-концертом выступят участники фестиваля «Война и мир». 14.00 июня, свой день рождения, Севастополь начнет отмечать выставкой товаров городских предприятий на Приморском бульваре. Она откроется в 9.00 утра. С 15.00 до 16.00 часов у памятника затопленным кораблям состоится парашютный кубок «Гран-при Севастополь-2014». На мысе Хрустальном в течение двух часов, начиная с 19.30, будет проходить дефиле военных оркестров. Праздничный фейерверк ожидается также в 22.00. Но на этом программа не закончится. Уже через полчаса после салюта из севастопольской бухты стартует яхтенная регата на Кубок Крыма-2014. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России 231-й годовщине со дня основания города Севастополя и Дней Москвы в Севастополе, будет ограничено движение транспорта по центру города. В четверг, 12 июня с 7.00 утра до 21.00 часа будет ограничено движение легкового транспорта по улице Ленина на площади Суворова и до площади Лазарева. В субботу, 14 июня с 7.00 утра до 23.00 будет ограничено движение легкового транспорта в районе мыса Хрустальный. В преддверии Дня России, Дня рождения города-героя Севастополя, коллектив культурно-информационного центра в Камышовой бухте подготовил большую праздничную программу. 10 июня в залах центра открылись две фотовыставки, посвященные Севастополю и дикой природе России. Также для жителей города прошел большой тематический концерт. Выставочный зал украсили более 170 фоторабот, отобранных журналом National Geographic и Русским географическим обществом. Фотографии уже выставлялись в Севастополе, но на этот раз их количество увеличилось вдвое. Организаторы отобрали работы не только победителей Всероссийского фотоконкурса, но и номинантов. Около 45 тысяч фотографов участвовало в фотографировании этой выставки, отобранные лучи работы, которые были показаны в Москве, в Санкт-Петербурге и теперь наконец-то уже в полном объеме в Севастополе. В фойе центра расположилась выставка севастопольских фотографов. Это около 20 фотографий победителей городского конкурса в объективе «Город-герой». На снимках – красочные городские пейзажи и праздничные события. Что у нас происходило в последнее время, важные события – это наш референдум, переход, возвращение в Россию. Ну, я решил, будет все-таки лучше показать, как это все происходило, эмоции людей. После торжественного открытия фотовыставок для горожан прошел праздничный концерт, посвященный Дню России. Развлекательную программу подготовили коллектив центра и севастопольские артисты. Параллельно с курортным сезоном в Севастополе традиционно стартует продажа сувениров. Символика города-героя на магнитах, майках, статуэтках каждый год расходятся, что называется, на ура. Но в этом сезоне к привычным сувенирам добавились и необычные, которые напоминают гостям города, что Крым и Севастополь – теперь российские регионы. Севастопольский берег, море, тельняшки, фуражки и прочая морская тематика – таких сувениров хватало всегда. Но нынешний курортный сезон особенный, признаются продавцы. К привычному ассортименту севастопольских сувениров добавились долгожданные с российским триколором. Теперь Севастополь для туристов не просто город у моря с богатой историей, а российский город у моря. Изучив ассортимент сувенирных лавок Севастополя, можно проследить историю полуострова за последние несколько месяцев. Нынче в моде сувениры с российской символикой. Есть с юмором, есть посерьезнее, но ни в одной сувенирной лавке сейчас не обходится без политической подоплеки. С российскими гербами люди ходят, покупают, им нравится, все счастливы, что Крым вернулся в Россию. Футболки, магниты. О суровых крымчанах, которые переезжают из страны в страну со своим полуостровом, теперь написано на каждой второй майке. Самый популярный герой принтов – президент Путин. На втором месте – медведь, который ждет санкций. Что модно в интернете, то модно и тут. Какие темы новые, видите, вежливые люди. Кто куда, а я в Россию, это же все с интернета, и там набирает популярность. Соответственно, это покупаемо. Константин торгует сувенирами более пяти лет. Говорит, впервые не удержался и приобрел себе актуальный презент. Я ее купил себе, потому что там котик, который говорит спасибо, что я больше Никит. Марина с двумя детьми приехала из Донецка отдохнуть. В качестве сувенира Шляховы выбрали футболку с однофамильцем, как сами его называют. Шлях в переводе с украинского означает «путь», потому Шляховы они, как Путины, только по-украински. Их фамилия им больше нравится в переводе. Мы выбрали, мы купим эту футболку нашему. Мы привезем своему отцу, потому что он сейчас остался там, потому что работа, знаете, не отпускает сюда. Мы за него переживаем. Ну и такой сувенирчик небольшой мы привезем. Не стали отставать от севастопольцев и в других регионах. В поддержку новых субъектов федерации в Сибири выпустили конфеты с дерзким названием «Крым, а ну-ка отбери». Оказалось, сладость продажи в Новосибирске уже три месяца. Появилась как раз после референдума. Виктория Косогляненко, Павел Красиков, Севинформбюро. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 12 детей. 9 девочек и 3 мальчика. К этому часу все. Выпуски Севинформбюро смотрите вечером в 19 часов и в 21.30, в 23.00 и в 2 часа ночи, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции 59-00-62. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Онлайн-трансляцию канала смотрите на сервисах Диван ТВ и Гоу Веб. Новости Севинформбюро слушайте также в эфире радиостанции 102.0. Ждите новостей. До встречи.